В выставочном зале Дворца культуры открылась новая выставка. Её посвятили началу осени. На экспозиции – картины, поделки, украшения, вышивка, карнавальные маски из папье-маше. Мастера декоративно-прикладного искусства представили свои лучшие работы, выполненные в техниках живопись по лаку, флористика и аромофлористика, корнепластика и не только. Здесь представлены художественные работы Чечерь Ольги, Тинаева Эдуарда, Устиновой Ольги, Акименко Николая, Куцаенко Веры. Прекрасные осенние зарисовки, пейзажи и натюрморты. Вышивка Елены специальной в представлении не нуждается. Народный мастер Луганщины, заслуженный мастер народного творчества Украины, вышивает скатерти, платки, одежду. Визитная карточка Елены Павловны – рушники. Меня спрашивают, говорят, как вы вышиваете, крестиком или гладью. Я говорю, я знаю крестик от три вида. Есть прямой, косой и двойной, болгарский. А гладью существует 10 видов. Ирина Тюник тоже вышивает, но лентами. Кроме картин, на выставке представлена коллекция украшений из природных материалов и полудрагоценных камней. Увлечься изготовлением бижутерии Ирине Викторовне помог случай. У женщины рассыпались бусы, а муж подарил. И она попросила сделать. И очень приятно было, когда её реакция говорила, что спасибо большое, что восстановили так, как вот действительно она хотела. Ну вы знаете, это такое удовольствие приносит, когда ты что-то делаешь своими руками. Когда ты приходишь сюда, общаешься с мастерами, с такими же, как ты, то есть это вдохновляет тебя. Нарядные куколки – хобби народного мастера Луганщины Татьяны Лемзяковой. Татьяна Николаевна пробует себя в разных творческих направлениях. Вышивает, создаёт поделки из бисера. На выставке можно увидеть ещё одно увлечение мастера – коллекцию брошек ручной работы. Первую брошку я сделала, наверное, лет 10-15 назад. Как-то сделал, не очень это меня вдохновило на дальнейшее. Потом я увидела в интернете, подруга выставляла свои брошки. Думаю, дай-ка я попробую. Ну попробовала и захлестнула. И всё, пошло, пошло. И было такое, что и две брошки за день. Свой профессионализм мастера декоративно-прикладного искусства оттачивают годами, а результаты их труда удостаиваются высоких оценок на различных выставках и конкурсах. Сегодня полюбоваться творчеством краснолучских умельцев приглашает выставочный зал Дворца культуры. Посетить первую осеннюю экспозицию можно в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Время работы зала с 9 до 14 часов. Новости телеканала Луч.